Заместитель главы города по социальной политике Людмила Мурашова показывает представителям краевых властей новую регистратуру в городской поликлинике. Электронная очередь, удобные места для ожидания, есть два окна для обслуживания сидя. Проект и его реализацию оценили. Он идет в ноги со временем, поэтому вот таких вот надо делать по всему краю, не только в Анапе. Отремонтировали регистратуру, а также открыли новый кабинет неотложной помощи на деньги из фонда депутата Госдумы Ивана Демченко. Он же приобрел два автомобиля для сельской местности. В минувшем году в Джигинке и Витязево открыли дневные стационары. Появились офисы врача общей практики в Хуторе Рассвет и в 12 микрорайоне Анапы. Регулярно проводятся дни здоровья для взрослых и детей, когда специалисты ведут прием на селе. В их распоряжении появился мобильный флюорограф. Самое главное, чтобы мы вместе шли на повышение качества медицинских услуг, которые мы предоставляем нашим гражданам. Наш девиз, я не знаю, красной нитью идет. Мы сначала вроде случайно произносили эту фразу, приближаем население к здравоохранению или медицину к населению. Я хочу отметить, что на самом деле у нас в голове уже это сидит, это прожито. И вот все, что сегодня делают врачи, ну не подумайте, что это громко звучит. Это вот как раз та прожитая мысль, та вот тема, которую сегодня мы озвучиваем, определяется нашей задачей. Мероприятие плановое. Совместно с администрацией и Советом города-курорта представители краевых властей и государственных учреждений подводят итоги года. Сегодня здравоохранение финансируется из федерального краевого местного бюджета, фонда обязательного медицинского страхования, ряда других источников. Необходимо действовать совместно с поправкой на непростую экономическую ситуацию. Очень наградно, что недопущено снижение коечного фонда, недопущено уменьшение объема оказания медицинской помощи. В плане удовлетворенности населения, она тоже, в принципе, достаточно на хорошем уровне находится. Семь лет подряд рождаемость в городе-курорте опережает смертность. С другой стороны, летом нагрузка на городскую медицину значительно возрастает. К 180 тысячам жителей муниципалитета ежедневно прибавляется еще 400 тысяч отдыхающих, многие из них с детьми. Как и во всей стране, одна из главных проблем остается кадровая. В этом году планируется пригласить 14 врачей по программе «Земский доктор». Им полагается по 1 миллиону рублей на приобретение жилья. Предложение уже приняли более 100 специалистов. Четырем медикам предоставят в ведомственные квартиры. Над этим и рядом других вопросов участники встречи будут работать также совместно.